Всем привет, это снова Айса, и сегодня у нас видео рейтинг моих хайлайтеров. Будет, наверное, короткое видео, потому что у меня очень мало хайлайтеров. Я для так называемого бьюти-блогера не особо заинтересована в хайлайтерах. Очень странно, потому что люди обычно сходят с ума по теням, и второе это по хайлайтерам, но вот как-то я к ним очень ровно дышу, поэтому у меня всего лишь 13 хайлайтеров. Ну и давайте сразу переходим к 13 месту. Это вот хайлайтеры, которые я вообще не люблю, не пользуюсь. Тут они два на одном месте. В общем, первый это бренд, называется Siam, и хайлайтер называется Luminous Multi Highlighter. Выглядит он так многообещающе, как будто он должен быть каким-то мультихромным, переливаться такой вот весь голографический, но в итоге я, когда пробовала его, он очень миловой. Видите, вот он прям совсем белый какой-то, не особо он сияет. Я не любитель такого вот рода блеска. Он прям, видите, он белую полоску оставляет и сияет такое вот больше как естественное сияние, наверное. И еще он такой немного синюшный. В общем, это точно не для меня хайлайтер. Но хайлайтер пришел мне в PR, поэтому ударенному коню, как говорится, в зубы не смотрят. Поэтому мне не обидно, что он у меня есть. Но вообще, конечно, я им один раз воспользовалась, и все. То же самое про Tarte Pro Glow. Это жидкий хайлайтер, единственный у меня в коллекции. И, наверное, он единственный, потому что я что-то вообще не впечатлилась, как этим хайлайтером пользоваться нужно. Потому что он очень быстро застывает. И, не знаю, мне не очень понравилось, как он смотрится на коже. Его очень тяжело нанести однородно. И я пробовала пальцами, пробовала кистью. Вообще, короче, не получается у меня работать с этими жидкими хайлайтерами. И, возможно, в будущем я куплю какой-нибудь жидкий хайлайтер у другого бренда, потому что этот у меня вообще не получилось подружиться с ним. Если нанести побольше, то он прям очень сильно залипает. Получается такое очень неоднородное покрытие. И, в итоге, я не пользуюсь этим хайлайтером тоже. Но это была миниатюра какая-то, и шла она в подарок. Поэтому, опять же, мне не очень обидно, что он у меня есть. А на третьем месте, мне кажется, люди, многие со мной не согласятся. Это вот хайлайтер из двушки от Шарлотты Тилбери. Так, я тут еще уронила его, и, в общем, он у меня как-то неудачно приземлился, хайлайтер. Еще кусочка не хватает. На самом деле, я почти им не пользуюсь. Больше всего пользуюсь отсюда это контуром. Контур вообще классный. Он всем идет, всем-то нам подходит. И прям такая натуральная красивая тень получается. Хайлайтер, не знаю, он любитель. Я знаю, что многие его любят. Он такое очень естественное сечение дает. Он не особо ослепительный. И я им почти не пользуюсь, потому что, если я хайлайтер наношу, я, наверное, хочу все-таки, чтобы он прям сильно сиял. Говорят люди, что нужно его просто мокрой кистью наносить, тогда сияния будет больше. Но, в принципе, у меня есть другие хайлайтеры, которыми я пользуюсь. И они мне... Ну, там нанесение обычно кистью, и не нужно заморачиваться с мокрой. Плюс еще этот хайлайтер, видите, он, опять же, немножко светлова для моего подтона кожи. Но если вы любите натуральное сияние, то попробуйте эту двушку. Здесь, по крайней мере, контур вообще просто отличный. Никогда не слышала жалоб на него. И хайлайтер, если у вас светлая кожа, тоже вам подойдет. Так, то есть, получается, 13-е, 12-е, 11-е. И на 10-м месте у меня самый старый мой хайлайтер. Это Master Chrome от Maybelline в оттенке Molten Gold 100. И хороший, на самом деле, хайлайтер. По крайней мере, за свои деньги вообще просто себя окупает. Здесь очень большое количество хайлайтеров. Еще одна причина, почему я никогда не покупаю хайлайтеры. Потому что, вот, смотрите, этот хайлайтер, ему года 2-3, мне кажется. И, ну, сколько здесь продукта, я даже до дна не добила. Мне кажется, даже до половины не дошла. Вообще, просто ты покупаешь один хайлайтер, и в итоге, я не знаю, люди его на тело наносят, чтобы расходовать. Потому что я видела очень многих людей, прям добиты до дна. Некоторые хайлайтеры вот у меня. Это вот самый старый мой хайлайтер. И видите, сколько у меня и многого осталось. Это довольно красивый хайлайтер. Мне не очень нравится его текстура. Он такой очень крошащийся. И не всем подходит вот такой вот золотистый потом. У меня, в принципе, кожа очень теплая. На мне это нормально смотрится. Единственное, вот, если присматриваться, можно заметить, он как-то немножко текстуру подчеркивает. Я не особо любитель его. Все равно я его в какие-то такие теплые макияжи а-ля бронзовая богиня использую этот хайлайтер. И как бы за свои деньги он вообще себя отбивает. И хочу еще попробовать какой-нибудь rose gold, по-моему, там есть. Ну и еще он такой очень, видите, сильно сыпется. Поэтому не очень красиво выглядит. Но сияние все равно довольно красивое, если присмотреться. Следующий хайлайтер у меня это хайлайтер из палетки Isuku. Вот такой вот серый. Он не очень, не очень понятно вообще, кому предназначен. Посмотрите на его потон. Он вроде и не светлый, он вроде и не слишком темный. Хотя вообще-то довольно темноватый. Дает какую-то очень странную, такую серую полосу. В такую легкую розовинку уходит. В общем, мне не очень нравится этот хайлайтер. Я не понимаю, на какой потон кожи это сделано. На какой-то серо-розовый потон. Очень-очень странный хайлайтер. Я прям не знаю. При том, что они довольно яркие. Здесь вот есть какие-то, если присмотреться, мелкие блесточки. И сама палетка этих румян. Мне нравится все за исключением вот этого хайлайтера, который, я говорю, я не понимаю. Следующий хайлайтер я пользуюсь им гораздо чаще. И нравится он мне гораздо больше. Несмотря на то, что, опять же, это точно такая же формула. И он довольно яркий. И он очень розовый. Не все полюбят такой цвет. Но мне прям очень нравится, на самом деле. Несмотря на то, что это тоже очень светлый хайлайтер для меня. Смотрится вроде нормально. Или мне кажется, что он смотрится на мне нормально. Я, кстати, сегодня без хайлайтера. И будем просто наносить самые мои любимые. А вот такие, которые я не очень люблю, наверное, все-таки не будем наносить на лицо. То есть это у нас было девятое место. На восьмом у нас хайлайтер из четверки от Hourglass. Хорошая четверка. Мне очень нравится. Я, в принципе, часто пользуюсь. Единственное, что меня смущало, здесь бронзеры довольно тепловатые. И с таким вот рыжим потоном. На мне это нормально смотрится. Но если у вас кожа такая с холодным потоном, я не знаю, как это на вас будет смотреться. Грумяна. Здесь он мне нравится. И хайлайтер тоже, в принципе, нравится. Я не знаю, почему так не часто им пользуюсь. Он, на самом деле, очень яркий. Вот в шестерке, которая этого года выходила, там, по-моему, не очень яркий хайлайтер. Здесь прям вот формула Strobing, по-моему, называется у Hourglass, которая прям очень яркая. Вот, опять же, довольно светлый для меня хайлайтер, но смотрится он нормально. Он, несмотря... Он вообще не подчеркивает текстуру. Его можно заполировать, можно наслоить, чтобы он сильнее сиял. Хороший хайлайтер. Но не так часто им пользуюсь. Опять же, я не знаю, почему. Наверное, потому что есть хайлайтеры, которых я люблю больше. И удивительно, но хайлайтеры, которые я люблю больше, это, например, Revlon Skin Light. Очень он такой, знаете, у него классная текстура. Это запеченное желе. Он вообще не сыпется. Он очень аккуратный. Видите, я прям вот сколько им пользуюсь, да, выглядит он почти как новый. Никаких усыпаний нет. И сама формула здесь вообще прям классная. Можно все заполировать в кожу. Можно его сделать... Ну, как бы нанести совсем деликатно, да. Совсем чуть-чуть. И получится такое естественное сияние. Можно его наслоить, как сейчас я нанесла, да. И получается прям очень ярко. Классный хайлайтер. Такое ощущение, как будто он мне здесь текстуру подчеркнуло. На самом деле, мне кажется, я на себе такого не заметила. Посмотрите, как красиво палец смотрится после него. И давайте вот его и нанесем на одну из моих щек. Я буду наносить прям очень много. Потому что я хочу, чтобы вы видели степень яркости, которая может быть у этого хайлайтера. Вот видите, насколько он яркий. Можно его, в принципе, если чуть-чуть нанести, можно его прям заполировать в кожу. Его будет вообще не видно. И будет такое естественное свечение. Короче, очень нравится мне хайлайтер. Он прям один из любимых у меня. И он не оставляет никакой полосы. Вот видите, ее вообще нет. Просто вот сияние дает хайлайтер. И стоит он недорого. Вообще, короче, рекомендую вам Revlon Skin Lights в оттенке Daybreak Glimmer. И переходим к категории странные хайлайтеры, которые, ну, просто они... Я ими не часто пользуюсь, потому что они странные. Вот. Но при этом я их очень люблю и пользуюсь ими в качестве теней. Пользуюсь поверх обычных хайлайтеров. И давайте начнем с хайлайтера от Fenty Beauty. Он в оттенке How Many Carrots. И здесь у меня... Вот так вот он выглядит. Здесь просто от тонального, пудрового тональника Fenty у меня остался след такой. Ну, давайте его нанесем, наверное, поверх Revlon. Потому что это очень странный хайлайтер. Давайте я вот сделаю свотч сначала. Он вообще очень странной текстурой. Он такой супер гладенький, супер такой... Даже не знаю, супер сияющий. У него, видите, такое прям влажное сияние. И у него нет почти базы. Он такой прям, когда, ну, делаешь свотч, он как будто скользит. И вот эти вот блесточки, они очень красиво сияют. Но, видите, это вот отдельные просто блестки. Придают эффект такой влажной кожи. Но все равно видно их на лице. И это вот не всем нравится. Мне нравится, наверное, поверх обычного хайлайтера. Тогда нормально смотрится. И это прям, мне кажется, если где-то какая-то вечеринка у бассейна, можно нанести на все тело, на лицо. И такая прям сияющая влажная богиня получится. Так сам по себе хайлайтер немного странно смотрится. Но если вы хотите прям сиять просто, чтобы видно было из космоса, то можете поверх обычного хайлайтера наслоить Fenty. И получается прям какой-то нереальный блеск. Так что мне нравится этот хайлайтер очень. Но он такой прям на любителя. Не всем он подходит. И если вам не понравится, я могу понять, почему он вам не понравился. Потому что он очень специфический. То же самое я могу сказать про хайлайтер от Jeffree Star. У меня в оттенке Caramel Kiss. И это у него серия называется Supreme Frost. У него есть Skin Frost, по-моему, самая такая вот базовая серия, не такая сияющая. Потом Supreme Frost, уже такая более сиятельная. И вообще просто адская, о которой мы попозже говорим, это Extreme Frost. То есть и три ценовые категории. То есть вот это вот средняя ценовая категория. Я купила его скорее, наверное, как использовать в качестве теней. Потому что это темно даже для меня. Либо можно наносить на тело, когда я прям загорю. Здесь такие прям тоже очень крупные блестки. И вот посмотрите, видите, как это темно смотрится. Даже на моем подтоне кожи. И вот действительно такая цвета карамели хайлайтер. Отдельные опять же блестки. И причем даже вот если сравнивать с Fenty, здесь такие более крупные, более такие грубые блестки. И по текстуре он тоже такой прям очень сухой. И он немножко сыпется. Я не буду его наносить в качестве хайлайтера сегодня. Потому что я не пользуюсь им как хайлайтером. Я его обычно как тени куда-нибудь нанесу. И как тени он смотрится вообще классно. Мне кажется, если еще на клей для глиттера нанести его побольше, просто будет сиять. Невероятно. И оттенок красивый. Но опять же, это вот не на мой подтон кожи. И скорее всего не на ваш. И еще один хайлайтер, который вообще, мне кажется, невозможно использовать как хайлайтер никому. Только если вы не делаете какие-то креативные макияжи. Потому что, блин, он зеленый. И это вот я уже, мне кажется, в трех-четырех своих видео говорила, что это дюб на оттенок из... На черного нирвана. И он прям... Они прям очень похожи. Здесь просто не такая гладкая формула. Не такая насыщенная. Здесь все-таки цвета немножко поменьше, чем в на черного нирвана. Но в качестве теней тоже очень красиво смотрится. Особенно если на клей для глиттера нанести поплотнее. Смотрится вообще просто нереально красиво. Поэтому эти хайлайтеры я люблю. Но в качестве теней. И еще один хайлайтер, который я люблю, но в качестве теней. Это Extreme Frost. Мне кажется, это просто невероятно ослепительный хайлайтер. Он довольно дорогой. Стоит 50 долларов. Но с другой стороны, тут оправданная цена. Потому что он идет вот в красивом таком вот футляре. Который мне тоже как бы ни к чему. Только место занимает. Но зато смотрится симпатично. И сам хайлайтер очень красивый. У меня он в оттенке Sour Ice. И здесь сколько грамм? Здесь 8 грамм хайлайтера. Здесь, по-моему, в его традиционных 12 вообще, по-моему, грамм. Короче, очень много продукта. И я, если бы этот хайлайтер был 4 грамма и стоил бы 25 долларов, мне кажется, вообще вот такая вот цена была бы. А тут все-таки я не знаю, куда можно истратить вот такой вот хайлайтер. Я все-таки... Я на какую-нибудь космическую вечеринку, мне кажется, просто вся измазалась бы им. И просто ходила бы сияла. Потому что нереально красивый хайлайтер. Он сияет даже, мне кажется, ярче, чем Special Shades у Pat McGrath. Просто сияние из космоса. Здесь, насколько я знаю, он так дорого стоит. Потому что здесь нет каких-то связующих компонентов. Здесь вот чисто... Ну, вот это вот, не знаю, типа Микки, да? Что там дает сияние. То есть здесь они, вот эти все блесточки, без связующего компонента, они довольно сильно сыпятся. И такой, знаете, хайлайтер, он... Давайте я вот нанесу немножко, что у меня тут осталось. Он плавно тоже как Fenty. Тоже дает влажный блеск, но с такими отдельными блесточками. Плюс еще здесь зеленый подтон. То есть это смотрится вообще очень-очень странно. И как хайлайтером... Ну, пользуюсь я им все равно. Вот, и здесь хотя бы нет такого какого-то... Какой-то ярко выраженной полосы. То есть я вижу его на коже сейчас, но он больше как-то вот не зеленый такой вот... Не совсем зеленую полосу дает, а такую какую-то более-менее терпимую. Поэтому это не страшно смотрится. Просто такой вот какой-то инопланетный вид у меня. Пользуюсь я этим хайлайтером, но лучше его носить, конечно, кистью... Не кистью, а пальцем, потому что очень сильно он цыпется. И если вы вот согласны с вот таким вот безумным видом, мне кажется, это безумно красиво. Но у меня такие тоже специфические вкусы, поэтому прям не для всех совсем этот хайлайтер. И переходим к первому-второму месту. Это вот мои фавориты, которые я всегда постоянно использую. Я не знаю, какую палетку хайлайтеров я люблю больше. Потому что, не знаю... Пэт Макрад, мне кажется, она более необычная, более такая... Разнообразная, да? То есть здесь вот есть такой вот розоватый хайлайтер. Такой желтоватый... Золотоватый хайлайтер. И бронзовый. Вот, бронзовый я не особо часто пользуюсь. Мне кажется, можно его чуть-чуть поверх бронзера нанести. Потому что он мне тоже, опять же, темноватый. И палетка Dior, которая мне просто все оттенки здесь нравится. Наверное, кроме самого розового. Потому что слишком он темноватый. Я, наверное, тоже могу его поверх румяна наносить. Но сегодня у меня румяна... Но сегодня у меня румяна сами по себе. Они немножко с блеском. Поэтому я не буду пользоваться вот этим оттенком. Давайте я засвочу вам все. Но накрасимся вот таким вот красивым персиковым. Это мой любимый оттенок отсюда. Здесь четыре хайлайтера. Они немножко разных формул. Есть какие-то прям с более крупными блесточками. Есть которые такие прям с натуральным свечением. И есть какие-то гибриды с крупными блесточками и с натуральным свечением. Вот этот вот персиковый, он, мне кажется, у него база такая очень гладенькая и натуральная. Но при этом есть там блесточки. Вот этот вот самый светлый, он прям очень яркий, очень светлый. И там еще и блестки есть. И вот такой вот, смотрите, видите, он прям очень розовый. Мне кажется, вот как хайлайтер он не пойдет. Пойдет как поверх румян. Просто придавать такой красивый блеск. Ну и вот этот вот такой розоватый, немножко миловатый. Он мне немного слишком светлый, поэтому им я не часто пользуюсь. Вот этот, кстати, похож немножко на то, что у Pat McGrath есть. Давайте сравним. Так, Pat McGrath. Давайте вот здесь желтый нанесем. Который, очень, говорят, похож на хайлайтер от Anastasia, который вот недавно вышел. Я забыла что-то там про Frost называется. Как-то вся линейка, которая вышла. И очень красивый хайлайтер. Я его прям очень тоже люблю. Он необычный. Он с таким желтым подтоном, желтым переливом. И такой голографический. Такой же голографический, как вот этот вот розовый. Розовый вообще тоже очень странный оттенок. И у них такая интересная формула. Он как бы миловой, но при этом можно его втереть в кожу. И получится такое сияние. И вот нет полосы. То есть я вот сейчас его очень сильно нанесла. Если его растереть, то просто получается вот такой вот втертый в кожу голографический блеск. Вот. И тут у нас бронза осталась, которую, я говорю, я не так часто пользуюсь. Потому что даже на мне это немного темновато. Но поверх бронзера, мне кажется, может вполне носить. Вот этот, короче, прям звезда. Мне очень нравится. И на Dior он все-таки не очень похож. Мне почему показалось, что будет похожее. Здесь все-таки прям такой уникальный оттенок. Уникальный оттенок. Только что сказал, что у Анастазии точно такой же халатер вышел. Но, в общем, редко такой увидишь, мне кажется, где очень красивый. Ну и давайте вот этот красивый персиковый от Dior. Продолжим нанесение вот здесь. Не очень удачное место выбрала для того, чтобы тестить Dior. Потому что его здесь перебывает очень сильно Джеффри. Но я надеюсь, вы можете увидеть, как он все равно красиво сияет. И при этом он не делает полосу. Все равно он просто отражает цвет. А вот так вот его не видно. И давайте хайлайтер от Pat McGrath нанесем мне на нос. Это очень странный оттенок, чтобы наносить на нос. Но почему бы и нет. Просто хочу вам показать цвет. И вот видите, он таким прям светло-желтым каким-то казался. Это хайлайтер, который у меня на носу. Но на носу он нормально смотрится. Он просто не делает никакой полосы. Просто отражает цвет. Ну и хочу я выключить бьюти-свет, наверное. Потому что просто показать, что в нормальном естественном освещении это нормально смотрится. Ну как видите, ничего криминального. Я просто под этим бьюти-светом была как елка новогодняя вообще. Ну что я хочу сказать по хайлайтерам. Наверное, два все-таки любимых у меня. Диор и Pat McGrath. Но при этом, если вы увидите Revlon Skin Lights, он прям очень классный. И он прям такой более естественный хайлайтер, который я использую довольно часто. Его я тоже рекомендую. Все остальное. Ну, блин. Вот от Jeffree Star, конечно, хайлайтеры. Они прям вообще на любителя. Если вы просто только в качестве теней их собираетесь использовать. Либо вы делаете какие-то креативные образы. Я прям вообще их рекомендую. Они просто уникальные. Вот. А все остальное. Хайлайтеры, ну, не знаю. Я вот серьезно. Вот купила Диор. Купила трешку от Pat McGrath. И вот этих хайлайтеров мне вообще вот так хватает. И Revlon такой. Да, более какие-то нюдовые макияжи. И вот три моих любимых хайлайтера. Мне кажется, не любимых, а три хайлайтера, которые я чаще всего использую. Все-таки я люблю уникальность хайлайтеров у Jeffree Star. И в качестве теней они тоже очень классно работают. В общем, сегодня вот такое вот получилось видео. Мне кажется, будет довольно коротким. Но если вы хотите каких-то отдельных других сводчей. Ой, я забыла засводчить еще хайлайтер от Наташи Диноды. Но его я, наверное, буду сводчить отдельно, когда придет хайлайтер нового от Pat McGrath. И тогда засводчим его, Pat McGrath. И хайлайтер от Dior, наверное. И хайлайтер от Pat McGrath, который вот этот вот голографический розовый тоже засводчим. В общем, на этом спасибо, что досмотрели до конца. И на этом у меня все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие бы сводчи вы хотели увидеть. В принципе, я могу это в Инстаграме сделать, если нужно. И пока!